К другим новостям не договорились. В Актюбинской области вторые сутки продолжается трудовой конфликт в компании КМК Мунай. Около 150 человек, это рабочие двухвахт, добиваются 100% повышения зарплаты. Накануне в знак протеста они не вышли на работу. Сегодня им предложили повысить зарплату на 20%, но люди отказались. Мы рабочий коллектив второй день уже стоим. В правительство наше требование не решает. Китайцы тоже вчера были, но ничего не решили. Сегодня утром было около 30 градусов мороза. Бастующие стояли в тонкой спецодежде, некоторые простыли. Спецформу, по словам рабочих, им не выдавали последние два года. Обувь носят самую дешевую, люди жалуются на скудное питание, плохие условия в общежитиях. Но главная их претензия – это низкая оплата труда. Сотрудники в среднем получают по 140 тысяч тенге за 15 дней вахты. В эту сумму входят оклад, ночные дежурства и экологическая надбавка. Они настаивают на выполнении требований, в противном случае отказываются работать. Тем временем в Акимате области заверили, что работа на месторождение Кокжиде в Темирском районе не приостанавливалась. А вопрос повышения заработной платы согласовывается с учредителем. КМК «Мунай» принадлежит китайским компаниям «ЮКН Энерджи Холдинг» и акционерного общества «СиНПС» «Октубия Мунай Газ». Их основной деятельностью является разведка, добыча углеводородного сырья на трех месторождениях в Актюбинской области. Данный вопрос рассматривается, ведутся переговоры, в том числе ведутся переговоры с учредителями и советами директоров указанной компании. Работники требуют повышения заработной платы на 100%. Последнее повышение заработной платы было в прошлом году. Повышение заработной платы в прошлом году было от 6 до 33%. И вот в текущем году работники данной компании снова требуют повышения заработной платы уже на 100%. Продолжение следует...